МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас, дорогие телезрители! Сегодня 8 марта. Вы смотрите программу «День веков». Хронограф. Сегодня ее проведем для вас мы. Я Юлия Анна Шахова. И я Михаил Ремезов. 8 марта 1730 года императрица Анна Иоанновна приняла титул самодержавной правительницы и одновременно лишила полномочий тайный совет. Она мало интересовалась делами государства, передав управление своему фавориту, Эрнсту Иоганну Берону, герцогу Курлянскому. Берон был человеком честолюбивым, но весьма ограниченным. Во время правления императрицы Анны получило название Бероновщины. Это слово олицетворяло засилие иностранцев в управлении страной. Символом власти Анны Иоанновны стала тайная канцелярия, следившая за выступлениями против императрицы и государственными преступлениями. Через канцелярию прошло около 10 тысяч человек. Ты еще не сказала о крепостном праве, которое расцвело за время царствования Анны. Именно тогда крестьяне окончательно закреплялись за своими помещиками. Более того, помещик теперь сам мог устанавливать наказание за побег крестьянина. Заводские работники навечно прикреплялись к фабрикам, на которых они теперь трудились. Теперь рабочий не мог быть куплен или продан отдельно от фабрики. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». 8 марта – важный день в революционной истории России. А 8 марта 1917-го, 22 февраля по старому стилю, в Петрограде в полную силу разворачивались события февральской революции. На улице города с лозунгами «Хлеба», «Долой войну», «Долой самодержавие» вышли рабочие. Революционный взрыв в столице произошел стихийно. Всеобщую политическую стачку рабочих поддержали армейские части. Дислоцированные в Петрограде. Они также перешли на сторону революции. Между тем, в ходе февральских событий рабочие Петрограда приступили к созданию Советов рабочих депутатов. Выборы депутатов проводились на предприятиях. Уже на первом заседании Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов получил полную поддержку восставших. Это дало ему возможность проявить себя как реальная власть. Большинство голосов в Совете получили меньшевики СССР, считавшие, что демократическая революция должна завершиться созданием демократического правительства. Вскоре было сформировано Временное правительство во главе с князем Львовом. Но его власть оказалась очень непрочной. Свергнут царь. Власть переходит к Временному правительству, которое использует плоды революции только в интересах буржуазии. Народ снова не получил ничего. Надо было бороться за окончательную победу. Наряду с ней возникла другая власть – власть Советов. В результате в стране создалось двоевластие – власть Временного правительства и власть Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. 8 марта 1921 года начался 10-й съезд РКПБ, принявшее решение о переходе к новой экономической политике – НЭПу. Это была антикризисная программа, цель которой заключалась в том, чтобы снять социальную напряженность и укрепить советскую власть. Помимо этого, НЭП был направлен на укрепление международных связей, на преодоление международной изоляции Советского Союза. Но эта программа не смогла решить одним махом все проблемы государства, гегемонии и пролетариата. Когда кризис усугубился, НЭП был отвергнут, гайки закручены и начался переход к так называемой централизованной плановой экономике. Сегодня 8 марта. Вы смотрите программу «День веков». Этот день стал решающим для многих военных компаний. 8 марта 1930 году в Индии началась кампания гражданского неподчинения под руководством Махатмы Ганди, лидера национально-освободительного движения. Кстати, решающее влияние на взгляды Ганди оказали книги Льва Толстого, которого Ганди считал своим духовным наставником. В этот день в ходе Второй мировой войны, 8 марта 1942 года, японцы захватили столицу Бирмы – Рангун. А ровно через год те же японские войска форсировали реку Янзы в Китае. 8 марта 1943 года 1-й чехословацкий отдельный пехотный батальон впервые вступил в бой. Перед сражением батальон занял оборону в районе села Соколово на 10-километровом участке фронта. Батальон сдерживал контрнаступление фашистов, рвавшихся со стороны Белгорода к Харькову. Непосредственно само село Соколово обороняло первая рота под командованием Атара Яроша. В этом бою Ярош погиб. Посмертно он был достоин звания Героя Советского Союза. Атар Ярош стал первым иностранцем, получившим это высокое звание. Говоря о первом чехословацком батальоне, нельзя не вспомнить, что инициатором его создания был Людвиг Свобода, будущий президент Чехословакии. Он возглавлял страну с 1968 по 1975 годы. В 1943 году 1-й чехословацкий батальон также сражался под Киевом, Белой церковью, Жашковым. В 1944-м во главе 1-го чехословацкого армейского корпуса участвовал в Дукельской операции в боях в Словакии. 8 марта 1965 года 3,5 тысячи американских морских пехотинцев высадились в Южном Вьетнаме, после чего началась кровопролитная военная операция. До сих пор как мировая общественность, так и сами американцы осуждают эту войну, ставшую кошмаром Вьетнама и позором Америки. Сегодня 8 марта. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Но вернемся к российской истории. После жарких битв Великой Отечественной войны началась новая война. Холодная. Несмотря на то, что пушки молчали, а многотысячные армии не бились насмерть, эта война была не менее страшной, чем все предыдущие. Боялся весь мир. Одного слова. Бомба. Ядерная бомба. В этот день, 8 марта 1950 года, Советский Союз объявил о наличии атомной бомбы, что положило конец американской монополии на самое разрушительное оружие. Первая отечественная атомная бомба имела несколько официальных обозначений. Изделие 501. Атомный заряд 1-200. РДС-1. Аббревиатуру РДС одни до сих пор расшифровывают как реактивный двигатель Сталина. Другие Россия делает сама. Третья версия более прозаическая. Реактивный двигатель специальный. Главным конструктором нашей атомной бомбы стал Юлий Харитон. Ядерный заряд впервые был испытан в августе 49-го года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова